здравствуйте сегодня у нас лекция номер 13 параллельно соединенной индуктивности емкость и активное сопротивление в цепи судального тока резонанс катушка с активным сопротивлением r и индуктивность l и конденсатор емкость c включены параллельно на схеме на рисунке 1 вот как вы видите и подключено сюда напряжение умножить на синус дабл омега t значит определим ток на входе схемы соответствии с первым законом киргофа как вы видите у нас первый закон по току нашли и r плюс и l и плюс и c где как можно дальше видеть активное проводим из же 1 9 на r также и l и c подставить форму волнение 1 мы получаем вот такую формулу это ток отсюда индуктивная проводимость btl бел индуктивная проводимость емкостной на по фазе на 90 градусов запишем уравнение 2 в комплексной форме вот у нас какой комплексная форма где и комплексная проводимость полная проводимость и также начальная фаза комплексной проводимости построив векторные диаграммы соответствующих комплексном уравнении получаем вот такие вот векторы где btl больше бисе и lc больше идти билл это б меньше и был равняется висе то есть также как и напряжение следующий у нас более раскрытым видом что вам было видно видите да по схеме также резонанс токов резонанс тока возникает цепи с параллельно соединенными катушкой резисторов и конденсаторов параллельно соединенными напряжением и смотрели когда последовательно то здесь уже у нас видите как параллельно с этим схеме на рисунке 7 может возник режим резонанса токов резонанс токов Возникает тогда, когда индуктивная и эмкостная проводимости одинаковы При этом индуктивные эмкостные токи, направленные в противоположные стороны Полностью компенсируют друг друга Понятно, да? То есть, в противоположные стороны Ток неразветленной части схемы совпадает по фазе с напряжением Из условий возникновения резонанса тока Вот что у нас получается Также получим форму для резонансной частоты тока В режиме резонанса тока полная проводимость цепи Будет вот так выглядеть Полная проводимость цепи Минимально А полное сопротивление За сопротивлением максимально Ток неразветленной части схемы Вот что получается Неразветленную, запомните В резонанс режиме имеет минимальное значение Идеализированном случае, когда R равняется нулю Вот такие И бесконечности Z Ток неразветленной части цепи I равняется нулю Такая схема называется фильтр пробкой Условием возникновения резонанса токов Является равенство частоты источника резонансной частоте Следовательно Вот она резонанс частоты Следовательно проводимости тоже будут они равны То есть при резонансе токов Емкостная и индуктивная проводимость равны Для нагладки графика На время отмечемся от проводимости И перейдем к сопротивлению При увеличении частоты Полное сопротивление цепи растет А ток уменьшается В момент когда частота равна резонансной Сопротивление Z максимально Следовательно ток в цепи I Принимает наименьшее значение И равен активной составляющей Вот посмотрите На этом графике То есть когда у нас Z максимально То ток в цепи принимает значение Наименьшее И равен активной составляющей То есть вот у нас вот эта вот точка Есть I равняется активной составляющей A Выразим резонансную частоту Через определенную форму Как видно из выражения Резонансная частота Определяется как и в случае с резонансным напряжением Явление резонанса Может носить как положительный Так и отрицательный характер Например Любой радиоприемник Имеет в своей основе колебательный контур Который с помощью изменения Индуктивности или емкости Настраивает на нужную радиоволну С другой стороны Явление резонанса Может привести к скачкам напряжения Или токов цепи Что в свою очередь приводит к аварии Мощность цепи Суноси удального тока Мгновенной мощностью Называется произведение Мгновенного напряжения На входе цепи На мгновенный ток Пусть мгновенное напряжение Ток определяет по формулу Вот видите форму Уравняется ВМ И И равняется Вот этой формуле Значит тогда Вот такая у нас получается мощность Мгновенной мощностью Среднее значение мгновенной мощности За период П средний Равняется вот Такому В такой формулировке Благодарим за внимание До следующих аудио уроков Субтитры создавал DimaTorzok